МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика. Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Новая стратегия. В правительстве Республики обсудили перспективы социально-экономического развития. Здоровая Чувашия в Республику поступит в современное оборудование для ранней диагностики онкологических заболеваний. Спортивных объектов станет больше. 11 новых футбольных полей появятся в Республике в этом году. Печальная новость. В Чувашии зафиксирована первая смерть от коронавируса. Как сообщил портал, Чувашия без паники скончалась 79-летняя женщина. Она была доставлена в инфекционное отделение Новочебоксарской горбольницы с тяжелой сопутствующей патологией. Во время лечения у нее развилась дыхательная недостаточность. Спасти пациентку не удалось. Всего в нашей республике подтверждено 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 1038 человек. Члены рабочей группы при оперативном штабе провели третью по счету прямую линию. Она показала, что изменение ситуации в связи с пандемией вызвало новые вопросы жителей республики. Рабочая группа, которой руководит вице-премьер Алла Салаева, круглосуточно мониторит ситуацию. Акценты постепенно смещаются. Практически исчезли вопросы, связанные с наличием защитных масок, продуктов в магазинах, дистанционным обучением, передвижением по столице и районам. Мобильные бригады сумели объяснить большинству, что лучше оставаться дома. Исключение составило вербное воскресенье, когда сотни прихожан устремились в храмы, что создало дополнительную угрозу здоровью многих. Это то самое место, где идет концентрация большого количества людей в закрытом помещении на небольшой территории. Вы не знаете, кто рядом с вами стоит. Вы не знаете, болеет этот человек или нет. Но, тем не менее, это может стать тем самым детонатором распространения коронавирусной истории на территории республики. Немало вопросов по больничным, самоизоляции и потери работы. Особенно это интересует так называемых вахтовиков. Кто-то работает по договору, кто-то без. Когда начался коронавирус, мой сын потерял работу, остался без доходов. У них двое малолетних детей. Как прокормить семью? В данной ситуации рекомендуем обратиться в службу занятости по месту жительства вашего сына. Представить документы нужно в электронном виде через портал «Работа в России». Соответственно, будет приниматься решение на 11 день после поступления соответствующего обращения. Все те, кто потерял работу, начиная с 1 марта, будут иметь возможность быть зарегистрированными в службе занятости в качестве безработных и получать пособие по безработице в максимальном размере. Но те, кто не осуществлял трудовую деятельность, именно в рамках трудового договора, они будут получать пособие по безработице, также в минимальном размере. Еще одна важная тема – поддержка индивидуальных предпринимателей. В связи с закрытием магазинов, торговых центров, многие остались без средств к существованию. Подушка безопасности есть далеко не у всех. В Рио главы республики подписал указ, которым определен перечень мер помощи. В качестве мер поддержки также определены вопросы имущественной поддержки в части отсрочек по арендной плате. Что должен сделать арендатор? Девушка, что она должна сделать? Во-первых, она должна обратиться к своему арендатору с заявлением о предоставлении либо отсрочки платежа, либо уменьшения арендной платы, потому что в какой-то период времени она деятельность свою не осуществляла, и этим имуществом не пользовалась. Если ситуация критическая, то можно воспользоваться правом стать на время малоимущим и получить средства по этой линии. Поможет в этом Минтрут Республики. Среди вопросов – надо ли носить маски? Однозначно да. Можно ли ездить на даче? Однозначно нет. А вот жить там какое-то время можно. Жители опасаются, что сменная вахтовая работа, две недели труда на две недели отдыха, только накаляет обстановку заражения коронавирусом и идет по кругу. Границы между регионами в праве закрыты только на уровне федерального правительства, ответили члены рабочей группы. Больничные листы, выписанные в соответствии с законом до 19 апреля, продлеваться не будут. Перевозчики обязаны дезинфицировать транспорт. Чтобы отправить ребенка в дежурную группу детского сада, нужны справки только от родителей. Бабушки и дедушки тут ни при чем. Шумерля, Алик, Кавурмары, Чебоксары – вот география звонков. Некоторые вопросы повторялись. Поэтому, сказала в завершении руководитель рабочей группы вице-премьера Алла Салаева, профильные ведомства должны структурировать ответы и выложить их в открытый доступ. Шесть автомобилей в безвозмездное пользование на время пандемии получили сегодня волонтерские центры республики для работы. Четыре городской штаб и два активисты проекта «Мы вместе». Так, группа компаний «Альянс Авто» решила помочь в борьбе с распространением коронавируса в регионе. Автомобили предназначены для доставки продуктов и медицинских препаратов. Есть случаи, когда пациентам необходима помощь, особенно инвалидам, приехать в больницу, допустим, на врачебную комиссию и так далее. То есть здесь мы тоже оказываем содействие. Нам дадут автомобили, которые позволят нам, в принципе, беспрепятственно выезжать в Чебоксарские районы и ближайшие населенные пункты. Эти автомобили будут ежедневно проходить антисептическую обработку, техническое обслуживание на территории наших дилерских центров. Мы выделили эти автомобили до 30 апреля. Если ситуация не улучшится, то до конца нерабочих дней, скажем так, до конца окончания самоизоляции. Мы верим, что только объединив усилия, мы можем справиться с бедой и снизить риск числа заболеваемости населения в Чувашии. Смягчить последствия распространения коронавируса в регионе поможет индивидуальная программа социально-экономического развития. Как будет реализовываться комплексный план ускоренного роста, сегодня обсудили в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. На 71-м месте в стране по численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, на 39-м по уровню безработицы. С таких стартовых позиций начинается реализация программы социально-экономического развития. Это стратегический документ с прицелом на ближайшие пять лет. Принятие индивидуального плана ускоренного роста, кредит доверия правительству республики от федерального центра. Данная индивидуальная программа была разработана в связи с тем, что в Чувашской службе попало число 10 регионов, которые были отнесены к регионам с низким уровнем социально-экономического развития. Сама программа, как известно, имеет несколько основных направлений. Это, прежде всего, создание новых инвестиционных площадок. Эти инвестиционные площадки имеют разную юридическую форму. Мы будем разрабатывать некие новые формы. Новой формой развития малого и среднего бизнеса станут промышленные технопарки на базе крупных предприятий. Одна из таких площадок для производителей электротехники – завод ЧАС. На площадях Текстильмаш, сфера машиностроения, АО Чуваштуртехника, город Чебоксары, пищевое и машиностроение, Химпром, Чебоксарский химический отрасль. Создание данных промышленных технопарков планируется на базе неиспользуемых промышленных площадок. Объем небюджетных инвестиций составит порядка 8 миллиардов рублей. Всего же в рамках программы социально-экономического развития планируется реализовать свыше 100 инвестиционных проектов. В индивидуальном плане учли и интересы производителей сельхозпродукции. В ближайшие годы в Батыревском районе создадут агропромышленный парк. В Рио главы региона поставил задачу наладить глубокую переработку для последующей реализации зарубеж. Господдержка предприятий и экспортеров выходит на первый план. Со стороны федерации на 2024 году выделено 5 миллиардов рублей. Основные направления это создание государственных частных промышленных технопарков и агропарков. Общая сумма финансирования 1 миллиард 200. Докапитализация гарантийного фонда 1 миллиард 250 миллионов. Докапитализация микрофинансовой организации это 1 миллиард 500 миллионов. Для инвесторов предусмотрят преференции. В ближайшее время должна быть создана особая экономическая зона в Цивильском районе и территория ТОСР в городе Спутники. Минимальная планка индивидуальной программы ускоренного роста 7 тысяч новых рабочих мест. За 5 лет увеличатся среднедушевые доходы, снизится уровень бедности и безработицы. Олег Николаев отметил, что сейчас все усилия правительства будут направлены на кардинальное улучшение условий жизни населения. Мы должны обеспечить намного больше. И это большее должно исходить, конечно же, в совершенно в иных цифрах. Такую задачу мы уже перед собой поставили и реализовываем через разработку другой программы, которую мы назвали программу ускоренной развития экономики Чувашьей Республики. И формируем его на среднесрочный период, также на 5 лет. Поддержат и те, кто намерен улучшить жилищные условия. Со следующего года в Республике стартует программа субсидирования процентных ставок по ипотеке и развития инфраструктуры в новых микрорайонах. Поэтому изначально, когда уже формироваются комплексные или генеральные планы этих территорий, должны быть четко обозначены территории и объекты, которые должны там находиться. И очевидно, они должны быть за резервирование под строительство такого рода объектов. Не исключено, что индивидуальную программу придется корректировать из-за удара коронавируса по экономике. Точные прогнозы, как будет развиваться ситуация, пока давать сложно. Но хорошим планом считается тот, который можно быстро поменять в связи с изменяющимися обстоятельствами. Процитировал Олег Николаев. Резервы у региона. Есть Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков. Республика. В Москве в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция по итогам деятельности российского антидопингового агентства за 2019 год. Одна из тем обсуждения – возможное нарушение правил спортсменами и персоналом в спортивном училище Чувашии. Тогда Русада зафиксировала более 60 случаев. Напомним, это случилось в июне прошлого года. Кабинет министров создал тогда независимую рабочую группу для выяснения всех обстоятельств. Важно было разобраться со сложившейся ситуацией и выработать некую дорожную карту по проведению состояния антидопинговой работы в республике в соответствии с требованиями. В соответствии с ней запущена программа по повышению квалификации медицинских работников на тему антидопинговых правил. Усилен контроль за порядком назначения и учетом лекарственных препаратов, выписываемых спортсменом. Проведена аттестация врачей по спортивной медицине. Специалисты Русада провели цикл образовательных семинаров для спортсменов, тренеров и персонала спортсменов. В руководящем составе медицинского и спортивных учреждений произошли изменения. Дисциплинарный комитет Русада планирует провести в апреле первые слушания по делу о нарушении антидопинговых правил в Чувашии. Об этом сообщила в ходе онлайн-конференции заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая. Девять единиц оборудования, в том числе новый комплекс для лучевой терапии, в этом году поступит в Республиканский клинический онкологический диспансер. Это стало возможным благодаря программе борьба с онкологическими заболеваниями национального проекта здравоохранения. В Чувашии, как и во всем мире, растет выявляемость онкозаболеваний. На диспансерном учете с диагнозом «злокачественное новообразование» состоит более 28 тысяч человек. Только в отделении лучевой терапии за год проходит лечение более 1 тысячи пациентов. Установка нового линейного ускорителя позволит повысить эффективность радиотерапевтического оборудования и улучшить доступность этого метода лечения. Топометрия, если говорить по старинке, это разметка. Но поскольку ускорить ли это очень современное оборудование, там проходит разметка на уровне компьютерной томографии. То есть создаются поля, куда будет попадать лучевой пучок. Будет проводиться точная лучевая терапия без возможных осложнений и побочных эффектов, которая могла быть при работе с аппаратами другой конструкции. Для установки нового линейного ускорителя в диспансере отремонтируют каньон. Это специализированное помещение с особыми техническими характеристиками для аппаратов лучевой терапии. Это делается для того, чтобы защитить и работников, и проходящих мимо на улице людей от ионизирующего излучения. Понадобится дополнительная перепланировка для установки вентиляции, системы охлаждения, блокировки и сигнализации. Дальнейшее развитие радиологической службы включено в республиканскую адресную инвестиционную программу Чувашии на этот год и плановый период 2021-2022 годов. В ее рамках предусматривается и строительство второго радиологического корпуса. Юлия Важенина, Татьяна Ираевская, Павел Иритков, Республика. Сегодня в Чувашии плюс 13 случаев заражения новым вирусом. В основном это жители Чебоксар. Но несмотря на такую статистику, на улицах столицы с каждым днем становится все многолюднее. Жители нарушают режим самоизоляции. Это видео, которое транслируют в сеть канал Чувашия онлайн. Изображение с обзорных камер городов Чебоксара и Новочебоксарска. Специальная онлайн-платформа оценивает обстановку в баллах. В таблице и на карте оценка уровня самоизоляции жителей городов. Чем выше значение, тем лучше. Информация на карте из официальных источников и обновляется каждые 10 минут. Представлены также таблицы и сводки актуальных данных по коронавирусу. Каждый желающий может ознакомиться с правилами профилактики и узнать, как обезопасить себя и своих близких. 11 новых футбольных полей появятся в Чувашии в этом году и большая их часть в районах. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на обустройство спортобъектов выделено более 356 миллионов рублей. Наши дети в этом году выиграли всероссийские соревнования по хоккею с шайбой среди средней группы в городе Салават, в республике Башкортостан. У нас очень большие перспективы. Этой коробке уже 15 лет. Коробку этой зимой заливали только для массовых катаний. Серьезные тренировки хоккейной дружины она не тянет ни по состоянию бортов, ни по размерам. Это как бы для детей надо поменьше размер был, а сейчас будет на соревновательном уровне. Больше и шире. По проекту рядом с самой крупной Яльчикской школой и ФОКом должен развернуться целый комплекс спортплощадок. К баскетбольной добавятся новое хоккейное и футбольное поле. В проектно-смертную документацию входит хоккейная коробка размером 30 на 60, футбольное поле размером 65 на 105, беговые дорожки 400 метров, прямо я 100 метров. Они вот беговые дорожки с искусственным покрытием, резиновым покрытием, футбольное поле с искусственным покрытием. Еще имеется там трибуна на 200 мест, две трибуны по 100 мест, есть благоустройство территории, ограждение забора и освещение. Итого работ на 28 миллионов. Администрация района готовит аукцион. Как будет определен подрядчик, в поле выйдут строители, чтобы успеть сдать объект к новому учебному году. Как такового стадиона у нас нет. У нас был центральный стадион, но он далеко находится. И вот как бы наша мечта была, что рядом с нашей школой был нормальный стадион, где дети действительно могли развиваться, себя развивать могли в спорте. Именно хотелось бы, чтобы развивалась у нас легкая атлетика, хоккейный спорт тоже. Помимо уроков физкультуры, на новом поле планируют проводить районные турниры среди детей и взрослых. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Оставайтесь дома, а я с вами прощаюсь. До завтра.